Здравствуйте, товарищи! Спасибо, садитесь. Мы с вами конфликтологи. Что такие конфликтологи? Это прикладные философы, которые философию прилагают для рассмотрения конфликтов. А при рассмотрении конфликтов конфликтолог должен занять при разрешении конфликтов позицию. Какая у нас будет позиция? Поддерживать... А, видите, вот. Поддерживать прогресс или поддерживать регресс? Вы что будете поддерживать? Регресс конфликтов и прогресс мирных взаимоотношений. Ну, хорошо. Прогресс. То есть прогресс в развитии человека. Будете считать? Ну, чтобы знать, что такое прогресс, надо знать, что такое развитие. А мы с вами изучили пока только две формы движения, а именно становление и изменение. И в самом становлении мы нашли противоположные движения, правильно? Одно от ничто к бытию, а другое от бытия к ничто. Так? Возникновение и прихождение. Ну, в зависимости от того, что наступает. Если смерть наступает, это смерть к бытию, то это, в общем, не очень здорово, да? От отсутствия смерти к присутствию смерти. А если наоборот, то есть от тяжелой болезни к выздоровлению, движение от ничто к бытию, это позитивное движение. Если мы говорим об изменении, то оно тоже как бы безразличное. Изменения и все. А в какую сторону изменения? Вот некоторые говорят, мы хотим перемен. Мы хотели перемен, завода половина остановилась, зарплата понизилась. Это перемены? Вот. Жизнь ухудшилась, стипендия уменьшилась. Это перемены? Я говорю, вы хотели перемен? Все. Давайте деньги. Раз, раз, хотели. Поэтому не всякие перемены надо приветствовать. Но это, так сказать, разговор не такой, не точный, научный. А нам надо разобраться в том, какую же позицию занимает субъект. Не просто созерцатель этих движений, становление, изменение. А субъект, он в какой-то активной позиции находится. То есть он занимается преобразованием мира или он только наблюдатель. наблюдает за другой планеты. Ой, столько, говорит, людей умирает, а столько болеет, а столько рождается. И это он, так сказать, с внешней стороны. А у нас позиция какая? Мы же не просто наблюдатели, а активная действующая сила, особенно вы. Правильно, конфликтологи, смотрят на этот процесс с точки зрения, как повлиять на ход событий. А для этого требуется еще одну категорию нам разобрать, более фундаментальную, которая называется развитие. Сегодняшняя лекция посвящена социальному развитию. Социальное развитие. Что такое социальное? Все знают? Что это значит социальное? Что такое социальное? Общество. А? Общество. Что такое социальное? Обусловленное взаимодействие между людьми. Какое взаимодействие? Обусловленное взаимодействие. Обусловленное взаимодействие между людьми, это не взаимодействие между людьми. Слово обусловленное тут нужно? Нет. Можно обойтись. Взаимодействие между людьми. Хорошо. А если еще короче? Сейчас вот молодежь говорит короче. Все время говорит короче. Короче можете сказать? Люди. Нет, ну люди. Нет, это короче, но уже форму сменили. Тут о движении шло, социальное. Определение было. Вы определение превратили в существительное. Не совсем хорошо. А как вот это? Как общественно? Социальное это что такое? Социальное это на иностранном русском языке общественное. Больше ничего. Есть просто русский и русский язык, а есть русский и иностранный. То есть скажем, вы можете сказать социальное, а можете сказать общественное. В чем разница? Да ни в чем. В том, что первое получено от соушал, да? От иностранного слова, а второе от общества. Обычное слово русское. И так и во многих делах по-другому. Допустим коммунист. Это что такое? Это от французского какое? Коммунист. Вчера был день Парижской коммуны. У нас есть коммунальные службы. Коммунальное хозяйство. Это откуда? Это все оттуда. По-французски мы рассуждаем. Как только доходит до ЖКХ. Даже лично коммунального хозяйства, так по-французски все начинают говорить. Вот. А плата за ЖКХ все растет. А что значит коммунальное? Комунальное? Что значит коммунист? Общее. Общее? Больше ничего. Общее. Ходите общее, можете сказать по-русски. А можете так солидно сказать коммунист. Вот. Можете какую-нибудь живопырку найти, которая заодно спекулятивную продает по одной цене, продает по другой. И больше ничем не занимается. А можно назвать ее научно. Зарегистрировать и будет Купи Продакшн Интернешнл ЛТД. ЛТД знаете, что такое? Константинович, вам не надо здесь говорить. Делаю вам второе и последнее предупреждение. После него удаление с поля. Что такое ЛТД? Вы знаете? Как вы можете тут быть конфликтологом? ЛТД это лимитед. Я еще конфликтолог с тобой. Лимитед. Это что такое лимитед? Ограниченный. Вот. Учитесь. Учитесь. Смотрите. Посмотрите направо и поймете. Вот. Вот это вот вам полезно. Лимитед. А лимитедед – это общество с ограниченной ответственностью. Купи Продакшн Интернешнл – это купи-продай международное. Интернешнл, да? Международное. А на самом деле это общество с ограниченной ответственностью вот с таким красивым названием. А что такое общество с ограниченной ответственностью? Это ответственность. Оно несет ответственность. Если в какие-то операции делает, и какие-то деньги у вас у всех собрало, и лопнуло. Какая ответственность? В пределах уставного капитала. Вот поскольку у меня возраст больше, чем у вас несколько, и я был директором ООО, пока мне это не надоело, редакция газеты «Народная правда». Потом я закрыл это за ЛТД. И просто издаю, а издателем является фонд «Рабочая академия общественного объединения». А до этого было общество с ограниченной ответственностью. У нас капитал был при создании – 40 рублей. А получить и направить, или перенаправить, мы могли, пожалуйста, хоть миллиард. И вот вы нам дали миллиард, и я, знаете, разорился. И что я должен вам отдать? 40 рублей. Золотые слова. Вот и все. Вот что такое общество с ограниченной ответом. ООО. Ну, уже, если вы возьмете ОАО, а сейчас вместо них просто АО или ПАО, публичное, все время название меняют, чтобы народ запутать, потому что никакого смысла в изменении названий вообще нет. Вообще нет. Те же самые организации, только вот взяли и переименовали. А что такое переименовали? Видимо, у нас много денег, потому что надо, если вы переименовали, бланки все поменять, печати все поменять. Это значит, что вы пойдете и сделаете заказы, работу, даете тем, кто производит печати, бланки, так и будете. Потом есть регистрационные всякие организации, они все будут вас заново регистрировать, раз теперь вы не ОАО, а ПАО. Или просто АО. А смысл тоже, акционерное общество. Есть акционеры, они издают деньги и, так сказать, у кого ПАИ больше, то больше акций, у кого меньше, то меньше акций. Это все. Допустим, вот Грудинин, он главный акционер в ЗАО, совхоз имени Ленина. Совхоз имени Ленина – это название этого ЗАО, это не совхоз. И Ленин тут вообще ни при чем. Ну, назвать вы как хотите, может. Золотое солнце назовите. Можете назвать совхоз Маркса, Энгельса, Ленина. Можете совхоз Сталина назвать. Это дело ваше, это никого не волнует, потому что у вас есть закрытое акционерное общество, то есть вы не можете пойти купить акции, потому что акции только у тех, кто учредил, и все. Вот у Грудинина 44% от этого. Если вы немножко знаете устройство акционерного общества, может вам придется заниматься конфликтами между акционерными обществами или в акционерном обществе. и там, кстати, конфликты и есть. То вы должны знать, что акционеры получают обычно что? Вот успешно работает акционерное общество. Что получают акционеры? Дивиденды. А? Дивиденды с акций. Делятся. То есть что-то может быть совместно использовано. Допустим, что-то построили в этом ЗАО, использовали на это прибыль, а остальное прибыль распределяют. Вот некоторые довольно ушлые, такие как Грудинин, они убедили своих аргументов, а скорее не убедили, а еще договорились с двумя акционерами. Допустим, у меня 44, как у Грудинина, у вас 6, это уже получается 50, и у вас 3, 53. Как решается в акционерном обществе? Так что ли поднимают? Нет, голосование идет акциями. Вот мы трое проголосовали, вы все против. У вас тут сидит море, может 100 человек. Это никого не волнует. Потому что у нас на троих сколько? Больше 50 процентов. И мы приняли решение не платить дивиденды. Это что значит? Вы вот влашили свои средства приобретения акций, мы эти денежки взяли и используем для обеспечения производства, а прибыль вы не получаете. А мы просто какие-то общие нужды делаем. Дескать, у нас там школа, есть медицинская какая-нибудь поликлиника, парикмахерская, к примеру. Вот мы их построили, это сделали, украшения какие-то сделали. А дальше всю прибыль забираем, вот мы трое. Ну как мы будем ее делить? Ну как? У меня 44, у вас 6, а у вас 3. Вы в 2 раза меньше должны получить, чем он. Несмотря на ваше правильное заявление, тут, извините, порядок должен быть. Вы можете в 100 раз умнее, а у вас если 3, получите в 2 раза. Да, я, горячеспособный, я сразу схватываю на лицо. В итоге, а как мы это назовем? Мы это назовем зарплатой. Мы не будем же говорить, что это прибыль. Если мы назовем прибыль, они все будут кричать, что мы захватили прибыль себе. Вот вы будете кричать, вы, я знаю, что как вы будете кричать, на нас нападать. А мы скажем, мы, просто зарплата у нас. Вот берем эту зарплату, так называемую зарплату. То есть прибыль называем зарплатой. При этом тут зарплата тоже есть. Допустим, я как руководитель, если я грудинин, ну 40 тысяч у меня зарплата. А полтора миллиона прибыль в месяц. Ну я это все называю зарплатой. Полтора миллиона плюс 40 тысяч зарплата. И у вас как бы зарплата. А вы у меня заместитель, а вы у меня второй заместитель. Вообще надо бы первый сделать, но уже все. А как первый у вас акций больше, надо как-то распределять. Короче говоря, все денежки собираются, все товарищи, которые имеют другие акции с носом. Вот мы называем зарплатой эту прибавочную стоимость или прибыль, которая к нам поступает чужой неоплаченный труд от эксплуатации трудящихся. А потом начинаем смотреть, какая у нас в совхозе в этом. То есть не в совхозе, а в ЗАУ зарплата. Как мы это посчитаем? Складываем. Вот берем вот нашу, то, что называем мы зарплатой. Вот у грудинина получается 24 миллиона. И, наверное, у его заместителей еще там, скажем, 4 миллиона, 28, ну 30. 30 миллионов, а всего у нас, допустим, 100 акционеров. 30 миллионов делим на 100. Сколько получается? В среднем. 30 миллионов на 100. По 300 тысяч в месяц получаем зарплату. Хорошо? Нет, подожди, я не понимаю. Ну 30 миллионов на 100. Нет, 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 30 тысяч. 30 тысяч, да? 30, мало. 30 тысяч, да, мало. Надо увеличить. 300, да? 300 тысяч. Ну, грудинин слабо. Ему жалко было даже эту такую зарплату дать. А мы разделили, и смотрите, как у нас получилось. По 300 тысяч. Красота. Значит, он еще больше откачал на то, чтобы золотые слитки иметь. Сколько у него за границей золота оказалось? Не знаете, а чего нет? Вот вы знаете. И вы не знаете? Ну, что-то вы не смотрите за золотом. 5 килограмм золота у него было на декабрь. Куда он там дальше их делал, я не знаю. Дело в том, что ЦИК очень не хотел его снимать, в связи с тем, что он не сообщил о том, какие у него есть счета, и что на счетах. Ну, потому что он снимет, и люди столько народу не придет на голосование. Это не надо никому. Ну, пусть приходят и голосуют. Они же ничем не повредили. Вот еще там 12% он получил. 12% населения пришли на выборы. Тем самым выборы такие полнокровные. Чтобы за границей не говорили, что у нас мало народу ходит на выборы. Все хорошо. Вам нравится? Это нормально. То есть, обычные, так сказать, события, которые у нас развиваются, и которые нам приходится разрешать. А вы видели, там вот пришла, наверное, видели на дебаты женщина, доверенное лицо другого кандидата. И рассказала, как ее 8 лет семья работала в так называемом совхозе имени Ленина, то есть в ЗАО. А потом, чтобы не давать ей квартиру бесплатно, их выгнали, так сказать, пытались убрать всех с работы. Вот они по этому поводу судились Грудинину, так сказать, и тут выступали. То есть, это понятно. Но оболочку все это может иметь красивое. Все это может иметь красивое название. Как нам узнать, где предположительные изменения, где отрицательные изменения? Вот для этого существует специальная категория. Называется она развитие. Развитие. Вот кто-нибудь, поскольку это слово вам известно, то я могу спросить, а что это такое? Скажем, до того, как я это буду определять, может, и вы и без меня знаете, зачем я буду лекцию вам читать, а вы все знаете. Развитие – это что такое? Вот вы развиваетесь, нет? Постепенно. А? Постепенно улучшение. Постепенно. То есть, если быстро улучшится ваша жизнь, то это не развитие. То есть, вы отказываетесь. Я хотел только что вам миллион дать, не дам. Потому что у вас развитие – постепенное улучшение. А это не постепенное, это скачкообразное. Не дам. А вы как считаете, что такое развитие? А кому улучшение? Вам лучше, а мне хуже. Интересно, если я вам отдам миллион, это же будет ухудшение у меня и быстрое. Вам улучшение, мне ухудшение. Я не понимаю, почему это развитие. К кому улучшение? Всем или некоторым? У нас некоторым улучшение. Могу вам сообщить, что за 2017 год в России количество людей, которые имеют больше 1 миллиона долларов, миллион долларов и больше, увеличилось на 22%. На 22% по вашему определению. Замечательное у нас развитие идет, правда? Вы рады за этих людей? Вот она рада. А вы какое-то грустно так смотрите. И грустно даже улыбаетесь так грустно, что вы не попали в эти 22%, на которые выросло количество этих самых людей. Это же здорово. Или там, скажем, за 2016 год количество долларовых миллионеров, у нас выросло. Как вы думаете, на сколько? На 10%. Это же высокие темпы роста. А количество долларовых миллиардеров на 11%. Вы рады? Ну, вы не рады. Она вот рада. Она хочет хоть за других порадоваться. А вы ни за себя, ни за других. Ни за кого. Вы видите, грустный такой. Ну, хоть бы за них порадовались. Кто-то корабли покупает, яхты. Порадуйтесь, что у них на Лазурном берегу выстроена новая дача, дворец. А вы вот так сидите, тут грустите. Потому что вы думаете о себе, о себе. Все о себе, все эгоист. А надо подумать об этих людях. Видимо, раз люди получают такие деньги, значит, наверное, они хорошие. Так бы они не получили. То есть, такое определение улучшения нас не продвигает. Почему? Потому что у кого улучшение, у кого улучшение, у кого ухудшение. Это ясное дело. Если экономика у нас не развивается. У нас темпы роста около нуля. А количество людей, которые становятся миллиардерами и долларовыми миллионерами, бурно растет. И количество людей, которые имеют больше 500 миллионов долларов, даже на 22% выросло в 2017 год. Это значит, как это делается? А очень просто. Вот сколько у нас здесь сидит? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот этих товарищей защищем тоже. Для такого дела лучше побольше. Семь, восемь. Восемь. Взять с вас по тысяче рублей. Сколько будет? Восемь тысяч. Ну, что вам это тысяча? Ну, что это? Вам что это тысяча дать? А мне восемь тысяч. И я кого-нибудь из вас сейчас разыграю. Кто из вас пойдет со мной в ресторан. И мы эти восемь тысячи покушаем как раз, пообедаем. А вы обойдетесь немножко. Зачем вам толстеть? Мне надо толстеть. А? Мне надо толстеть. Зачем вам толстеть? А, вот вас тогда я беру. Вам надо. А больше никто не сказал. Потому что он успешный. То есть он успел сказать. А вы не успешные. Вы не успели сказать. Вы не пойдете. А мы с ним идем в ресторан. Восемь тысяч на двоих. По четыре тысячи набраться. И хорошо покушаем. У нас сейчас как раз в час. А у меня сегодня в высшей школе журналистики социальных коммуникаций и лекций. С семнадцатью десяти. И мы там в это время посидим с вами хорошо. Правильно? Вам понравилось улучшение это? Мне да. Вот ему. Нет, ему должно понравиться. Он так определил. Вот развитие это улучшение. Идет у вас бурное развитие. Мы за вас тоже рады. А он же так определил. Неважно у кого улучшение. Лишь бы было. Оно есть. Вот оно. Вот. Ну, правда, если другой взять вариант. Вот я, допустим, руководитель предприятия. У меня тысяча человек. И я как дурак. Мы ставим поменять технику. Значит, поставить современную технологию. Повысить дисциплину. Обучить работников. Потом плюнул. Говорит, да зачем я это все делаю? Если с каждого по тысяче рублей взять, сколько будет у меня в месяц денег? Тысяча человек по тысяче рублей. Считайте. Тысячу на тысячу. Миллион. А они что-то? Ну, хорошо же. Миллион. Каждый месяц. А сколько в год у меня будет? 12 миллионов. И что, я дурак, буду заниматься научно-техническим прогрессом и вся этой ерундой. За вами смотреть, чтобы вы работали. Да как хотите работать, дайте мне тысячу рублей. И будет у меня 12 миллионов в год. И миллион у меня в кармане каждый месяц. И мы с вами будем вообще каждый день там и сидеть. Все сообщения нам на телефоны, пожалуйста, смс-ки присылайте, как дела идут. Мы даже выходить на завод не будем. А зачем? Да не будем отвечать. Если надо, мы кого-нибудь вызовем там. Выйдем из ресторана и с ними поговорим. Кто опять уйдет? Можно даже не выходить. Можно и не выходить. Нет, их не надо пускать в ресторан. Чтобы они к нашей тяжелой жизни не приобщались. Они не выдержат, может быть. А мы-то привыкнем. Нам это как всегда. Вот. Значит, не проходит ваше определение. Какие еще есть определения развития? Это что такое? Слышали это слово? Либо регрессу. Движение к прогрессу, либо регрессу. То есть, неважно куда. Либо в прогрессу, либо в регрессу. Главное, чтобы куда-то двигаться. Это и будет развитие. Ну, раз все равно, значит, тогда мы к смерти двигаемся, вот это и есть развитие. Почему бы нет? Вот, он действительно, почему бы и нет. Он хочет нашей смерти. Что с ним сделаем? Есть тут люди решительные, смелые? Да. Так что, не откладываем тогда это дело. Надо сразу кончать с такими людьми. Ну, я не призвал ни к чему. Я просто выразил такое пожелание. А потом скажете, что это он призвал. Нет, нет. Мое дело рассказать, что такое развитие. Так, ну, еще какие есть варианты? Вы помалкиваете насчет развития, да? Ну, стремление к какому-то результату. То есть, стремление есть. У меня стремление к такому результату, чтобы попасть на ту сторону. Это и есть развитие. Стремление есть, а прыгать не хочу. Оно в определение попало лишь стремление. Нет, не надо. Вы сказали стремление. У меня стремление есть. Оттуда я не дурак прыгать. Она хоть думает, что я вот открою, сейчас окно и выпрыгну. Не дождетесь. Как вы хотели от меня избавиться быстро? Сначала я думал, что она так-то к ней относился. Хорошо. Даже с вами, можно сказать, в конфликт вступил. Оказывается, она хочет, чтобы я пропал. Кости все свои переломал. Давайте, говорит, стремление. Это будет ваше развитие, Михаил Васильевич. Потом придете, а я весь в бинтах там лежу. Весь все обломано у меня. А потом, когда вы придете, скажете, это и есть ваше развитие. Поскольку у него чем хуже, тем лучше. Скоро вы дойдете. Молодцы. Так, ну ладно. Значит, я понял, что я хотел увернуться, думаю, на лекцию. Вдруг я вам начну рассказывать. Что вы нам рассказываете? Мы и так знаем, что такое развитие. Придется мне все-таки рассказать. Ладно. Значит, что такое развитие? Это как форма движения. Развитие, дорогие товарищи, это движение. Низшего к высшему, простого к сложному. Движение низшего к высшему, простого к сложному. Ваше поэтому не проходит это определение. Никак. Движение низшего к высшему, простого к сложному. Почему я как бы удвоенное вам даю определение? Потому что, если я оставлю движение низшего к высшему, непонятно. А что низшее, что высшее? Вот движение от простого к сложному, а сложное – это сложенное из простых Тогда это понятно Вот всякое движение, которое является движением от простого к сложному Это движение низшего к высшему и это развитие Вот это очень строгое и точное определение И всякие фокусы и все эти варианты, которые мы обсуждали Под это не подходят, а подходят только действительные движения низшего к высшему Вот вы, так сказать, студенты сейчас, первого курса У вас движение к чему? К тому, чтобы стать бахалаврами Это движение низшего к высшему Значит, за это время надо сдать еще такие-то и такие-то экзамены Изучить такие-то и такие-то предметы И это движение низшего к высшему, правильно? Но в памяти вашей может происходить и обратный процесс Который вам особенно нравится По мере этого, кто-то сдал экзамен, начинаю забывать Только вот мы сейчас определение дали, что такое развитие А вдруг кто-то потом забудет Скажут, так это давно было И это будет обратный процесс Итак, значит, если мы определяем развитие Как движение низшего к высшему, простому, сложному То это уже не всякое изменение Мы сразу, у нас таких тогда не должно быть людей Которые лишь бы мы хотим перемен Вы хотите перемен Но если меня вот сейчас выбросить отсюда Я действительно, будет большая перемена Для меня То есть не всякие перемены являются развитием А только такие, которые являются движением Низшего к высшему, а простого к сложному Но! Всякое движение, а мы с вами это уже усвоили Противоречиво Правильно? Мы с вами изучали и самое простое движение Становление И менее простое движение Изменения Они противоречивы И развитие противоречиво А раз развитие противоречиво То в этом развитии есть тоже два противоположных движения Какое? Одно из них совпадает с направлением развития То есть это движение низшего к высшему От простого к сложному в развитии И в этом же развитии есть движение высшего к низшему, от сложного к простому. Во всяком развитии оно есть, поскольку развитие противоречиво. Вот про вас не буду говорить, но вот я вам лекцию читаю, но я же сейчас умираю. Вы не видите, что я умираю? Особенно, когда вижу, что вы не можете сформулировать что-нибудь, я быстро начинаю умирать. Вы-то будем считать бессмертными, но я-то умираю. То есть, если я лекцию читаю, я, значит, что-то продвигаю в обществе, вот вам передаю знания. Это хорошо же, это же развитие, правильно? А когда вам передаю, сам начинаю понимать, что это такое. Не случайно про нас есть такой анекдот про преподавателей, говорит, попались студенты. Говорят, ничего не могут никак разобрать. Я им раз объяснил, не понимают, два объяснил, не понимают, три, четыре. Значит, на пятый раз я уже понял, а они так и не поняли, так и не понимают. Вот какие попались непонятливые студенты. Когда человек другому передает, выражает в понятиях, он и понимает, потому что понять – это выразить в понятиях. Думаете, зачем я вам преподаю? Это хитрая такая работа, преподаватель, рассказываешь другим, а сам тем самым усваиваешь. А как еще усвоить? Вот как можно усвоить? Потом, чтобы вы усвоили, вам придется мне рассказывать, то же самое делать. Когда вы будете на экзамене, это мы как будем с вами играть? Что вы как бы преподаватель, а я как бы студент. Вы мне рассказываете, а я сижу вот так тихонечко. Единственное, что потом... Такая гадость будет, что я потом оценку вам оставить буду. А так все то же самое. Правильно, вы преподаете, как бы рассказываете, а я слушаю. То есть я буду студент, а вы преподаватель. Но в конце я превращаюсь в преподаватель и ставим вам отлично. Если идет все хорошо. Или неотлично, если идет не очень хорошо. А совсем когда нехорошо, тогда это неудовлетворительно. То есть вот какая-то гадость в конце. Всегда бывают такие. Сказка хорошая, а в конце вот какая-то неприятность какая-то. Но во всяком случае, вы должны понимать, что экзамен, это вот тот самый коротковременный такой период времени, когда вы до выставления оценки выступаете как преподаватель. Только зарплату вам за это не платят. А нам платят. До стипендии. А? Стипендии. До стипендии, какой ты, ради этого проживешься на стипенде. Я вообще удивляюсь, что приходят некоторые сюда еще. Живые еще остаются. По идее, человек на неделе не может прожить за такую стипендию. Проходят неделю, опять сидят, думают, ну надо же, какие живучие летние. Народ пошел. Выработалось особое поколение таких людей, очень живучих. Студенты. Это особый подвид людей, которые могут без еды прожить довольно долгое время. По крайней мере, это экзамены. И загадку этого никто не может разгадать. В чем тут загадка? Поэтому, хотя некоторые товарищи, например, Дворковичевичи, премьеры, не надо, говорит, вообще стипендию платить. Сам-то он получал стипендию хорошую. Получил высшее образование специалист. А потом, говорит, раз я уже получил, зачем еще-то студенты? И над этим работают у нас люди. Например, наше доблестное министерство науки и образования за три года уничтожило половину вузов. Вам не повезло, вы не попали в эту половину. Поэтому вам приходится приходить сюда на учебу. Остальные свободны уже. И студенты, и преподаватели. А что с ними будет? А это и дело, у нас сейчас свободное общество. Правда? Хотите, живите, хотите, как хотите. И безработица четыре процента. Так что вот мы, немножко вдумываясь в эту проблему, в проблему развития, видим, что она не такая простая. И в самом развитии мы нашли две противоположные тенденции. Но их не назвали. Как вы назовете такое движение в развитии, которое совпадает с направлением развития? То есть, низшего к высшему, простого к сложному. Вот. Я вам говорил. А вы что, вот сразу же ответил, а вы все сидите и сидите. Ну, хоть в обратную эту сторону, как будет называться? Регресс. Ну, слава Богу. А еще как в обратную сторону, если в общественной жизни? Деградация. А? Деградация. Деградация – это уменьшение. А вот регресс в общественной жизни называется реакцией. Бывает эпоха прогресса, бывает реакционные изменения. Реакционные реакции. Движение вспять. А как узнать, где движение низшего к высшему, а где движение простого к сложному? Ну, у нас ведь какая с вами сейчас тема? Не просто развитие. Мы развитие определили, а у нас тема социальное развитие. А с социальным развитием в одном смысле сложно, а в другом смысле просто. Потому что после того, как была разработана теория общественно-экономических формаций, стало, в общем, довольно просто понимать, где движение вперед, то есть с низшего к высшему, а где движение назад, с высшего к низшему. Значит, какие мы знаем с вами общественно-экономические формации, которые отличаются прежде всего производительными силами и производственными отношениями. А единство производительных сил и производственных отношений называется способом производства. И вот за всю историю человечества выявлено всего пять последовательно идущих способов производства. А именно, первое. Первобытно-общинный коммунизм. То есть, все общее, труд общий, средства производства общие, каменные топоры все общие, каменные ножи тоже общие. Все то, что создали или собрали, общее. Если мамонта поймали, он общий, делят его. Что у нас было там в первобытно-общинном коммунизме? Патриархат или матриархат? Кто знает? В первобытно-общинном коммунизме был только матриархат. Никакого патриархата не было. Разве можно мужикам доверить такое дело, как распределение продуктов? Они оставят детей голодные, да и женщин могут оставить голодать. Все надо, женщины все очень строго делили, распределяли, и все было хорошо. Пьянство было при первобытно-общинном коммунизме? Нет. Кто придумал? Лодку вы придумали? Ваши предки? Как нет? Ну да. Ну вот, судя по вам, да. Вот вы и худеете теперь. Ну да, так получилось. Да, вот такая. Как вы думали? А потом начался патриархат с какого момента? С рабовладения. Второй способ производства был. Второй способ производства был рабовладельческий, а соответственно и формация рабовладельческая. Какая она, частно-собственническая или на общественной собственности построена? Частная. На частной собственности. А еще на частной собственности какая формация есть или какие формации? Феодальная формация на какой собственности построена? На частной. На частной. Значит, еще одна частно-собственническая формация. В чем разница? А разница в том, что работник стал свободней. Вот если бы вы были мой раб, я бы вас продал. Почему? Потому что вы мне не на все вопросы отвечаете. Вам не нужен молодой человек, очень хороший. Очень хороший. Дешево отдаю. Спасибо. Что, не хотите взять? Нет. А вам не нужен? А что, вы никому не нужны? Заколю вас тогда я и все. Потому что при рабовладении хозяин может убить раба или нет? Может. Но если вы меня поймаете, то я буду ваш раб. Как, получается, рабы? Можно продавать, покупать. Но если у нас война была, я был царем своего племени, а вы были князем как-нибудь тоже. И вы меня победили. Что вы со мной можете сделать? Вот тут-то вы мне и покажете. Что вы со мной можете сделать? Что хотите? И тут мы обсуждали насчет прыжков с этого. А вы еще выше меня поднимите и туда. Чтобы посмотреть, как буду ровно лететь. Два этажа. Ну, там можно отвернуться дальше. Ну, это право позволяет рабовладельческое? Да. Что? Я вот и думаю, как хорошо, что у нас не рабовладение. Что бы он со мной делал? После моих выступлений. Это все так говорят. Ничего. Потом раз, и все, и нет меня. Не, ну, если я на него хорошо работаю, зачем он меня будет убивать? Кстати, он же сидит, отдыхает, а я должен ему там и картошку, и капусту, и мясо все доставить, согреть, принести. Зачем он меня будет убивать? Правильно? За рабовладением феодализм. А чем феодализм отличается? А уже нельзя убить работника. Правда? А что можно сделать? Вот что можно с вами сделать, если вы плохо будете заниматься? Уволить. Ну, прямо уволить. Это вы на волю вас выпустите. Конечно, нет, никаких воль. Это вольнодумцы хотят уйти на волю. А у меня крепостная, как это я вас отпущу на волю? Наказать тогда. Куда? Наказать тогда. Как наказать? Росказать. Вот это правильная мысль. А как еще при феодализме наказывать? Читали Некрасова, да? Вчерашний день, часу в шестом, зашел я на Сенную. Там били женщину в кнутом, крестьянку молодую. Вот товарищ там мне подсказал. Там как раз такое желтенькое здание напротив метро. Ну, там это было такое как раз место, где и били розгами. Ну, чтобы, если я, допустим, барин, что я сам буду кого-то бить? Да ну что вы, я человек культурный, образованный. Ну, пошлем просто. Там услуга есть такая. Заплатим деньги и там ее повоспитывают. Потом придут. И после этого она уже будет знать, что такое развитие. А сейчас мы мучаемся, чтобы вот как. У нас никаких средств нет заставить студентов выучить, что такое развитие. Никаких. Вот они, если упрутся, вот вы скажете, не буду изучать. Что я с вами сделаю? И что, скажете, я гражданка России. И все, отойдите от меня. Я отхожу. Никакого у меня способа, нет другого. И вот я стараюсь. И так, и так. Как-то перерыв. Перерыв. Вот они, фабрики, никаких средств производства, никаких средств существования. Куда вы пойдете? Можете сразу на кладбище. А можете пойти на другие предприятия, прийти. А у вас есть заработать? Вот ко мне придете, я скажу, вообще-то у меня есть. Но такая маленькая зарплата. Вы подумайте, где-нибудь еще походите. И вот вы ходите, кругами ходите на другие предприятия. А мы договорились, что кто будет платить, самового оторвем. Я имею в виду, оторвем капиталисту, который будет больше платить зарплату рабочим своим. Правильно? И на это уже зарение тогда будет. Всем надо повышать. У нас есть союз промышленников, предпринимателей. Мы все это делаем коллективно, хорошо, согласованно. Вот она ходила, ходила. Потом приходит Михаилович. Какая у вас там зарплата? И вот такая. Ну, что делать? Давайте на это. Ну, и работайте. Вот сейчас, по данным, которые мне дал доктор экономических наук Мазур, научный руководитель Невиномысского института экономики, управления и права, за один час рабочий вырабатывает в России свою зарплату. За час. Остальные семь часов, если он семь часов работает. А если восемь, ну, я имею в виду, семь сверхчаса. То есть, если он всего восемь часов работает. А если девять, десять, сейчас сверхурочная работа распространена. Все остальное время – это прибавочная стоимость прибыли работодателя. А вы совершенно свободны. Не нравится? Увольняйтесь. А если вы будете против меня выступать, я вас уволю. Опять же, воля. Я вас на волю выпускаю. Вы должны только меня хвалить. На волю. Вы тут что-то должны были делать, там, суетиться. А сейчас вы уже на воле. А что вы-то вы загрустили? Я вас на волю, а вы задумывались о какой-то тяжелой судьбе. Так денег не будет. А? Денег не будет, как приставание. Да деньги – это же пыль. Чего там деньги? Кому они нужны? Кроме меня. Я-то предприниматель, мне они точно нужны. А вам зачем деньги? Вы не знаете даже, куда их потратить. Вы купали вы когда-нибудь остров? Остров? Нет. Значит, вы не знаете, какие проблемы тяжелые с покупкой острова. Оформление такое тяжелое. Да ездить надо. Зачем вам эти заботы? Давайте я это буду делать, а вы уж работайте спокойно. Один час на себя, а остальные семь часов на меня. Хорошо же? Следующий какой строй? Следующий строй можно считать пятый, а можно считать третий. Почему третий? Потому что был строй, основанный на общественной собственности. Это первобытный коммунизм. 90 тысяч лет люди прожили. Потом на основе частной собственности три формации. Правовладельческая, феодальная и капиталистическая. И следующая формация коммунистическая. Коммунистическая. Сколько у нас государств, которые находятся в состоянии становления коммунистической формации, или непосредственно уже в коммунистической формации? Немного. У нас это Китайская Народная Республика, в становлении находится. Там переходный период от капитализма к коммунизму. Социалистическая Республика Вьетнам, 90 миллионов человек. В Китае миллиард 380. Дальше идет... Куба. Нет, мы по количеству берем. Берем Северную Корею. Там 25 миллионов человек. Там низшая фаза коммунизма, социализма. Там нет частной собственности никакой, нигде. Только общественная. Дальше. Куба. 11 миллионов человек. Она была в первой фазе коммунизма. Потом взяли и рабочих перевели в самозанятых. То есть, допустим, вы у меня работали, а потом я вас увольняю и говорю, вы будете самозаняты. Купите козу, три козы. Я вам даже на первое время 50 тысяч дам. Одна коза у вас будет на издержке производства, вторая коза у вас прибыль, а это на развитие коза. А если у вас три подохли козы, ну... Вы же свободный человек. Гражданка свободная, как хотите, так и хозяйствуйте. Прозводите цветы. Только их никто вам не даст продавать. И, наверное, знаете, что все голландцы им перехвачили. Полностью. Они даже лук обрабатывают, чтобы никто... Лук-то раньше поставишь, луковицу в воду, а это ростки зеленые. А сейчас вы поставьте, она изгниет. А почему? А потому что вы потом и землю поставите, а потом у вас вырастут стрелки, потом будут семена, да вы будете посеять, и будете тогда посевок лук продавать. А это нельзя допустить. У нас монополия голландская. Ничего вам не даем такого. Покупайте каждый раз у нас, у голландцев. И красиво, и хорошо. И даже если они из Южной Америки цветы везут, они тоже через Голландию везут. Через голландцы этим управляют. Мировая монополия. Вам цветочки, нам бизнес. Ну вот, и кто там, Куба. Еще осталось Лавос, 6 миллионов человек. В 1975 году была революция социалистическая в Лавосе. Итого, получается, полтора миллиарда человек живет из семи странах, которые находятся на этапе становления коммунистической, общественной, экономической формации. И все. Некоторые очень печалятся по поводу того, что в Советском Союзе была общественная, экономическая формация, коммунистическая, первая фаза. И даже армянское радио по поводу этого отвечает. Его спрашивают, а когда будем жить при коммунизме? Армянское радио отвечает, при коммунизме уже жили. Поживите теперь при капитализме. А у нас есть счастливчики. Вот у нас трое тут счастливчиков сидит, чтобы вы могли посмотреть. Мы жили и при коммунизме, и при капитализме. Мы все знаем. И там жили, и тут жили. Вот красота, я жил при коммунизме. Так хорошо было. Как раз я был студентом. У меня была Чевышевская стипендия, 60 рублей. А у директора Кировского завода 120 рублей. А Чевышевская, это когда одна четверка. А если у человека нет одной четверки, а все пятерки, то Ленинской 100 рублей. Вот же духа была у этих студентов. Сейчас, говорят, тоже есть какие-то большие стипендии. Но я такого ни одного не встретил. Есть? Вы встретили? Нет. Нет? Ну, говорят, что есть. Есть. Но для них надо быть просто молодцом на людей, игрецом, и спортсменом, и вообще всем. Да, ну чего? Открыть средства? Ну вот. Ну, что делать? Ну, вот нам хорошо, повезло. А вам не повезло. Ну, что делать? Всем же ведет. А зато, видите, какие вы молодые, а я уже пожилой. Это что значит? Я уже пожил. А вы еще неизвестно, поживете или нет. Ну, если еще не пожилые вы, значит, не пожили еще. Так что вот тут такие проблемы. Значит, короче говоря, у нас появляется объективная мерила. Что такое развитие? Означает ли это, что, скажем, при социализме нету противоречия и нет? И в социалистическом развитии нет реакционных тенденций. Есть или нет? Как вы считаете? Если мы определили с вами развитие так, что в нем есть не только прогрессивная тенденция, но и реакционная. Реакционные тенденции при социализме в СССР были, вот, золотые слова. Вот мне пришлось для этого докторскую защищать, доказывать, что при социализме есть противоречия. И что эти противоречия приводят к отрицательным тенденциям. Что эти тенденции могут привести к, если мы их не видим, и видим только вот то, что справа, а то, что слева, не видим. Если мы не видим тенденции движения назад, то, поскольку они как-то невидимки для нас, это может привести к полному уничтожению социализма. И только я успешно эту диссертацию защитил, так вот и произошло. Защитила диссертацию в 1987 году. В 1989 ее утвердили, а в 1991 году закончилось у нас становление капитализма в России снова. Некоторые говорили, что я накаркал. Но я так не считаю. Я хотел предупредить. А у нас даже в программах экономических, вот я на экономическом факультете преподавал политэкономию. Программа составлена была так, программа политэкономии социализма, что возникновение и становление социализма. А прихождения нет. То есть вот противоположного движения, прихождение, вот это самые реакции, а не только прогресс. Вот этого не видели люди. И до сих пор еще не видят. То есть люди думают, что бывает какой-нибудь строй, у которого есть только плюсы, а минусов нет. Вот если вы видели минусы какого-нибудь строй, говорят, ну так надо тогда это уничтожить строй и перейти к другому. Так надо понимать, что движение вперед, что назад. Вот, скажи, формационное деление позволяет нам общую картину видеть, что есть движение прогресса, что есть движение развития, а что есть деградации. На сегодняшний день у нас слишком даже много фактов, которые говорят о том, что начиная с 1961 года, когда началось попятное движение, вспять в рамках социализма сначала, переходный период от коммунизма к капитализму, и начиная с 1991 года уже капитализм, мы слишком много имеем фактов, крупнейших, которые говорят о том, что означал для России, для Советского Союза капитализм. Во-первых, означал уничтожение государства огромного, Советского Союза, которое принесло беды всем народам. Но если вы выходите из дома, и вы видите дворников. И кто эти дворники? Это или ульбеки, или киргизы, или вот здесь и разъезжают. Ну вы на машинах-то не едете, я-то как человек более обеспеченный, как профессор. Я иногда еду на машинах, чтобы к вам на лекцию не опоздать. Там киргизы нас подвозят. И чего они сюда приехали? Да потому что уже там страшная, конечно, картина. Это в России падение жизненного уровня трудящих идет, причем систематическое. А там? А там такое, что они бросают дом, оставляют там семью, едут за три девели сюда, в Россию, здесь работают, и половину денег отправляют домой, а наполовину денег здесь живут. И если вы посмотрите, у нас дворники все уже гастарбайтеры. Ну все. То есть как какую-нибудь грязную работу. А другие наши братья, латвийские, литовские, эстонские, они едут мыть горшки в Европу. Раньше что делали, допустим, в Латвии? В Латвии были электрички, рижский завод. По всей стране, по Советскому Союзу есть и электрички, латвийские. Был радиозавод ВЭФ. Приемники были ВЭФовские, все их знали. То есть в Латвии были крупные, мощные предприятия. Там, конечно, много было и русских рабочих, безусловно, в Латвии. Все крупные предприятия уничтожены. Это аграрная страна. Из Латвии, из полутора миллионов, что такое полтора миллиона? Да это вообще ничто по сравнению с Ленинградом. В Ленинграде сколько живет человек? Не считали? Не надо приписки. Только не надо приписки. Вы уже начинаете со студенческой приписывать миллионами. Вы чего? Пять. Но хочет, так сказать, изобразить красиво, какая она жизнь. Ну давайте, давайте. Может, сначала поспорим на тысячу рублей? Не, не, не. Ну какой жадный, фу, какой жадный. Ужас вообще. А? Степене тысяча рублей. У меня и так, и нет. Так за ошибки свои неси ответственность материальную. Да. На экзамене. На экзамене будет моральная ответственность. Нет, а там какая-то такая ответственность. Так выгнать могут, если не получишь двойку, потом не перезашь и раз, и из-за университета. Лучше до этого не дать. А так отдал тысячу рублей, и все. Нет, только смотрите, какой жадный человек. Ты проиграл тысячу рублей. Ну сколько в Ленинграде человек? Пять-двести, но больше. Ну, округляем. И как случили в школе, как округлять? Если пять-двести, то сокращенно как, сколько миллионов? Пять. Пять. А вы что хотели сказать? Зачем вы эти приписками занимаетесь? Надо на самом деле увеличить население. Так вы, наверное, хотите быть в правительстве, чтобы рассказывать, как у нас все здорово, без того, чтобы было здорово. Не здорово. Пять. А там полтора было. А сейчас шестьсот тысяч уже уехало. Молодых людей, выпускников вузов, образованных. В таком, как раз в том самом возрасте, в каком можно бы и поднимать эту ладь. Поэтому в Латвии скоро останутся одни русские. Латыши, останутся одни русские. Тогда, наверное, они попробуют присоединиться снова к России. Ну, если там останутся в Латвии одни русские, что делать? Ну, вот старики эти умрут, латыши. Молодежь выезжает. И что они делают там? Ну, кому-то там повезет, а основная масса моет горшки. Тоже что? Вот мы здесь видим гастарбайтеров, и там такая же самая история. Про Эстонию вообще молчание теперь. Ее знать не знаем, не слышим. А Литву? Одно время масло хоть продавали литовское. Зачем нам это литовское масло, когда у нас есть свое вологодское? Все. И что? Ничего. Что там есть? Какая промышленность? Никакой. Аграрные страны стали снова, как до революции. До 1917 года. А теперь, что у нас в России происходило? У нас в России в 90-е годы прошло сокращение производства. На сколько процентов? Только не надо приписывать ничего. Не знаете. Вдвое сократилось. Вдвое. Не слышали такой вот призыв был Владимира Владимировича? Удвоить ВВП. Это не два Владимира Владимировича Путина имеется в виду. ВВП. А имеется в виду вдвое больше сделать экономику. А почему вдвое? Вот если сделать вдвое больше, чем в 90-х годах было, получится экономика РСФСР в начале 90-х годов. То есть мы и вылезли мы на этот уровень, который у нас был в 90-м году. Нет. То есть по объему вылезли. Но по станкостроению у нас там отставание в сто раз. В сто раз. Машиностроение тоже в загоне. А вот по продаже газа, нефти, то есть по превращению в сырьевой предактор западных стран, тут мы, конечно, молодцы. Как раз там планируют, чтобы как бы из русских сделать обслуживающих трубу. Газовую и нефтяную. И они бы там в тяжелых условиях, там где добывают нефть и газ, работали бы вы. Нечего здесь сидеть. Вам уже сделали на год меньше образования? Нам-то отдавали пять лет, вам четыре. Зачем вам пять? Могут еще придумать три года сделать. Это же экономия будет. И так уже придумали вам, чтобы вы уже не могли преподавать в ВУЗе. И не могли поступать в аспирантуру. Вот я могу поступать в аспирантуру и преподавать в ВУЗе. Я могу преподавать по математике, по истории, по политологии, по юриспруденции. А сейчас? А сейчас, говорит, вы им все умеете. Идите в школу. В школу-то мы не против школы. Ну, да что, мы же все педагоги, что ли? Ну, вот есть у нас педагогический университет. И получилось, что вы тоже. Вот у нас придумали теперь выпускной экзамен у бакалавров принимать, чтобы были работодатели. А кто работодатели? Работодатели директора школ. И руководители общественных объединений. Вот я же один руководитель общественных объединений, меня заведующий капсул, говорит, Михаил Васильевич, у вас есть общественные? Я говорю, есть. Ну, дайте реквизиты. Ну, как бы вы ко мне придете. Только у меня работы-то нету. Общественные объединения есть, но никого мы не нанимаем. Ну, как бы мы тоже сидеть-то можем, вот так, на выпускном экзамене. А что касается нас, профессоров, мы теперь вас не принимаем на выпускных экзаменах. Только вот мы у вас в текущих экзаменах. Это вперед движение или назад? Ну, вот, я думаю, что вот сегодняшняя лекция у нас посвящена тому, что мы должны всякое движение сразу рассматривать. Это вперед или назад? Иногда трудно понять, правда, сразу? Трудно понять. Но надо разбираться, вперед или назад. Чтобы не получилось, что мы перепутали прогресс или грязь. Некоторые целые политические партии говорят, мы назад не пойдем. И дальше пятятся назад. Назад, говорят, мы не пойдем. Вы и так все время идете, только назад. Ничего, вперед у вас нету. Вот, если вы следите за литературой, за газетами или за новостями, все время один и тот же мотив идет, начиная с 90-х годов. Надо помочь мелкому бизнесу. Казалось бы, нас привели на рынок, да? Если на рынке. Кто на рынке должен побеждать? Сильнейший или слабейший? Сильнейший. Если, значит, вы меня победили. Да кто, значит, сильнее вы? Кого надо поддержать, чтобы вы дальше тянули, дальше экономику? Вас. Нет, говорит, давайте меня поддержим. И чтобы я у вас вечно путался под ногами. Ну, почему меня надо поддержать, если я слабейший? В этом же тогда смысл. Вы хотели за конкуренцию быть, за рынок. Вот если мы с вами конкурировали, а вы выиграли, кого нужно поддерживать? Меня. Вас. Они отключат, давайте, и тот же Явлин сказал, давайте поддержим меня. Нет, я не против того, чтобы меня поддержали. Мне это даже очень нравится, но с точки зрения теоретической, но это как-то странно. Вы выиграли, а поддерживать надо меня. И вот товарищи Путина Медведев. Они повторяют слова о поддержке мертвого бизнеса, о движении на рынок. И вот так идут куда? Куда идут? К развитию государственно-монополистического капитализма. Мы же ведь нас учили, как определять не по словам, а по делам. А дела и состоят в том, что они способствуют развитию государственно-монополистического капитализма. Мы на сегодняшний день, после всех этих разговоров о поддержке малого бизнеса, сколько процентов ВВП создается на государственных предприятиях в России? Не знаете? А что, вам не говорят? Не говорят. Молчат? Молчат. Вот гады. Ждут, пока спросим. Ну спросите у меня, я скажу. Так сколько? 70. 70 процентов уже ВВП производится на государственных предприятиях. То есть разговор идет все время такой, давайте поддержим мелкий бизнес, потом поддержим, поддержим. И раз. И вы не помните, как распилили все ларьки, которые стояли около остановок трамвайных. Валентина Ивановна у нас была губернатором. Жик, жик, жик. Балгарками распилили, нет. А год назад в Москве все ларьки, которые были у метро, в переходах и так далее, все ларьки эти, несмотря на то, что у них были разрешительные документы, все, приехала техника большая, все, раз, раз, и не стало. Поддержим мелкий бизнес. Жик, жик, и все хорошо. А на самом деле, ну с другой стороны мы понимаем, что это движение прогрессивное. Но не надо тогда обманывать-то. Зачем обманывать? Действовать, давайте я вас поддержу и туда, вот туда, и потом отпущу. Зачем меня поддерживать? Я не падаю. Зачем меня поддерживать? Мы, говорит, вас поддерживаем. Я помню, Черненко, когда перед смертью его Гришин так и держал, вывел на телевидении. И тот говорит, все хорошо, и на следующий день умер. Ну такая поддержка. Почему? Это очень важно то, что мы сейчас изучаем. То есть мы получаем некоторую такую социальную зоркость, видеть что прогресс, что регресс. Что вперед, что назад. Если мы не различаем, что вперед, что назад, то мы шел в одну сторону, в одну дверь, а попал в другую. Все время будет наоборот. Вот конфликтолог, он должен так разрешать конфликты, чтобы движение было в сторону развития, в сторону прогресса или в сторону регресса. Вы что собираетесь? Как разрешать конфликты? Чтобы у нас торжествовал прогресс или регресс? Прогресс. А нам нужны такие конфликтологи, которые будут и так, у нас и так регрессивные тенденции сплошь. Они еще будут разрешать так, чтобы они еще усугублялись. Нужны такие конфликтологи? Ненужны. Я должен стоять на страже, я уже на уровне первого курса, чтобы не пропустил дальше таких конфликтологов. Сейчас у меня в руках есть такой инструмент, экзамен. Раз и все. И нету таких конфликтологов. Вы если пойдете против прогресса, два. Нормальный ход? Да. Нормальный. Вот человек поддерживает. Но у вас, он говорит, потому что он не пойдет против прогресса. А я уже угрожаю. А угрожать же нехорошо. А как? А почему я угрожаю? А потому что у нас государственный университет. А государство это что? Это мы еще не изучали, но я думаю, вы догадываетесь. Это орудие силы или это орудие уговоров? Орудие силы. Что там есть? Дубинки есть, тюрьмы, лагеря и прочее. Зачем назвали государственный университет? Ага, будете плохо изучать, не узнаете, что такое прогресс, что ли? Выгоним отсюда все. Никаких. Это же слово-то страшное. Говорят, Санкт-Петербургский. Ну, написали бы просто Санкт-Петербургский университет. Это легко и хорошо. Нет, государственный, чтобы вам, так сказать, угрожать. Что вы имеете в виду. Все у нас там, сзади у нас Росгвардия там и прочее. Здесь внутренние войска, кстати, есть. Если будете сильно бунтовать, и их привлечем. Они все оборудованы очень хорошо. Приедут большие машины, там все это, решеточки такие. И раз, раз. Так что мы не должны забывать государственный. Я вас предупредил, у вас государственная ответственность за подголовку экзаменов. Предупреждают. А я как преподаватель могу вас предупредить? Я все-таки связан как-то с прокуратурой, потому что я профессор по кафе экономики и право. Ну, вы имеете в виду, у нас с прокуратурой хорошая связь. А что такое прокуратура? Кто-то его знает, нет? Или только я знаю, что такое прокуратура? Как-то я спрашиваю, как-то вы начинаете сразу как-то уворачиваться. Вы зачем сзади сели? Чтобы прятаться за всеми спинами? Прокуратура интересуется вами лично, персонально. Вы знаете, что такое прокуратура? Уже если вы не знаете, что такое прокуратура, прокуратура именно вами и заинтересуется. Чтобы вы узнали, что такое прокуратура. Что такое прокуратура? Думаю, мое определение будет неверно. Ну вот, ты представляешь, человек пошел в бой. Говорит, наверное, меня убьют. И винтовку потащил на веревке за собой. Ну, что это такое за настрой? У вас настрой должен быть на победу. Вы должны меня победить или проиграть мне? Не, ну у нас же сейчас, мы же все понимаем, что у нас учебная лекция, правильно? Мы же как бы создаем такую ситуацию якобы конфликтов, но вы должны в них выигрывать или только проигрывать? Не, ну вот вы молодой, а я уже пожилой. Кто должен выигрывать? Вы. Меня уже не будет, а вы будете расцветать. Вам-то чего? Чего вам грустить? Вам-то хорошо? Это мне плохо, а вам-то чего? Так что такое прокуратура? Ну сейчас вот я разберемся с вами. Не знаете, что такое прокуратура? Прокуратура, у нас вот есть один товарищ, который еще не знает, что такое прокуратура. Не могли бы вы подъехать ему объяснить? На самом деле, вы можете сами проверить, почти никто не знает, что это такое. Вообще надо сказать, вот мой опыт показывает, что определения люди не знают. Почему? Потому что слова повторяют с детства, а определений этих понятий не знают. Поэтому с детскими представлениями так и живут. Но мы частично это восполним. То есть то, что входит в наши занятия, в курс, мы эти определения будем точно давать. А прокуратура – это такая организация, которая следит за полным и точным исполнением законов во всех сферах. Потому что есть там суды, есть милиция, есть полиция. А есть такая организация, которая наблюдает, чтобы везде единообразно исполняли законы, а не кто влез, кто подорова. Прокуратура следит за точным и полным исполнением законов во всех сферах. В том числе и в УЗИ. Вдруг какой-нибудь преподаватель от угроз перейдет к тому, что будет избивать студентов. Или студенты будут избивать преподавателей. А прокуратура тут как тут. Тут как тут она. Сразу раз. И тех, и других. Возбудите уголовное дело. И пошло. Так. То есть вот у нас есть такой общий формационный критерий движения, что вперед. Ну, вы понимаете, что во всякой формации, в какой угодно, есть и позитивные движения, и позитивные. Если мы возьмем рабовладельческую формацию, что только вот негатив, там один был, что были рабовладельцы. Их угнетали, и все. А разве и в рабовладельческую формацию не расцвели науки, искусство? Ну, потому что, вот скажем, вы меня кормили, а я бы сидел бы ученым и думал бы. Это же прогресс. Ну, вам-то не прогресс, а мне-то прогресс. И человечеству прогресс. Геометрию мы по кому учим? По Евклиду. А Евклид это кто такой? Греческий ученый. В какое время жил? При рабовладении. Правильно? Рабы работали, Евклид придумал все время Евклида. Пифагор вам нравится? Да. То же самое. Теорему можете сформулировать Пифагора? Да. Пожалуйста. Сум квадратов катетов равна квадратов гипотетов. Я вам говорю, держитесь направо все время. Так. Знаете, как это положено? Направо равнясь. И вот так и держитесь. Это же что? Прямо как будто из друг Пифагора. Пифагоровы штаны во все стороны равны. Это другое определение. Такое смешное. Того же самого. Ну. А дальше? Вся наука развивалась. А что при феодализме не развивалась? А Ломоносов? Он при каком строе развивал науку? Развитие науки это же прогресс? А он при каком строе развивал? При феодализме. При феодализме. И между прочим, хоть феодализм, скажем, угнетательский строй, все, но он же приехал с севера, его никто не знал, и нашлись люди в каком классе? В правящем, которые поддерживали его и способствовали тому, чтобы он тут выучился и стал бы ученым. Потому что необыкновенной способностью был человек. Вот будете вы, у необыкновенной способности, вас и нынешний правящий класс капиталистов будет поддерживать. Потом будут говорить, это я его поддержал. Иначе он бы так бы изгнил. А я его поддержал. Вот теперь давайте мне деньги. Чтобы себя показать. Поддерживают же сейчас некоторые меценаты есть при капиталистическом строе. Художников поддерживают. Музеи поддерживают. Спорт поддерживают. Разные есть капиталисты. И какие-то они делают, позитивные. Но уж всякие капиталисты поддерживают организацию рабочего класса. Правильно? Потому что что делает капиталист? Набирает рабочих, и они работают. И тогда он начинает их дисциплинировать, обучать. Обучает, дисциплинирует. И готовит тем самым социалистическую революцию. Значит, разве можно деятельность капиталистов по подготовке социалистической революции считать отрицательной? У Маяковского так написано. Город грабил, греб, гробастил, глыбил пузо, касс, а у станков худой и горбастый стал рабочий класс. И далее капитализм в молодые годы был ничего деловой парнишка. Спора работал. Не боялся тогда, что у него от работ засолится манишка. А потом он обдрюск и обдряб. И лег в мир, как в свою кровать. Его ни объехать, ни обойти. Единственный способ взорвать. Поэма Владимир Владимирович Ленин. Хорошая поэма там. Маяковский разбирался в этом деле. В капитализме. Как он даже в бухгалтерских делах разбирался. Бухгалтер, лысый черт, пощелкал счетами, буркнул кризис и вывесил слово расчет. Некоторый капитал сразу читает. Он прочитает поэму Владимира Владимирович Ленин-Маяковского и будет знать главное в капитале, что написано. Быстрее. А потом уже и за капитал взяться. Так. Ну вот мы, так сказать, с вами. Мало того, что мы знаем, что есть общий такой ход движения. Низшего к высшему, простого к сложному в общественной жизни или в социальной жизни. Но мы должны твердо понимать, что в любой момент, в любой формации. Хоть первобытно-общинный коммунизм мы возьмем, хоть капитали. В веробытном общинном коммунизме нашлись такие люди, которые хотели выделиться, но уже с рабами. Уже сами, без общины. Были такие люди, да? Так что там мы тоже видим тенденции, которые привели эти тенденции к возникновению рабовладения. А оказалось, что это позитивный момент, прогрессивный. Создание рабовладения, хотим мы или не хотим, более прогрессивное дело, чем сохранение первобытно-общинного коммунизма. Так бы в этом состоянии первобытно-общинного коммунизма пребывало бы, человечество так бы и не развилось. А если бы не три общественно-экономические формации, частно-собственнические, рабовладения, феодализм и капитализм, не было бы новой общественно-экономической формации, которая сейчас появляется и набирает силы. Ну вот дома красивые, построенные в Санкт-Петербурге, это в какую формацию построенные? Ну вот, какие вам нравятся? Феодальные. А? Феодальные. Смотрите, Исаакиевский собор. При феодализме построили? Зимний дворец. Но цари там жили, ясно при феодализме. Теперь Потемкинский. То же самое? Казанский. Казанский, то же самое. Возьмите вы Смольный собор. При капитализме, если только красивые построили, то мы таких красивых при капитализме не смогли построить. Потому что дворяне, они думали не о прибыли, а о красоте. Дворяне. Вы можете сто раз говорить, что они эксплуататоры, но они думали о красоте. Они, конечно, эксплуатировали трудящихся, но они думали о красоте. А капиталисты, они меньше думают о красоте, думают, как бы срубить капусту. Как бы денег больше получили. И поэтому такие вот полигоненькие дома в основном. Я вот был на конференции, выступал на семинарии в Бельгии, в Брюсселе. А после этого нас на один день свозили в Париж. Подъезжаем. Два часа ехать на поезде. Подъезжаем. Хрущоба. Думаю, надо же. У нас думал только хрущоба. И у них такие-то хрущобы. Это для кого? Ну, для трудящихся. Пусть они там в пригороде Парижа и живут в этих домах, в которых не развернутся. И сейчас особенно рекламируют, что? Студии. Я скажу, зачем вам многокомнатная квартира? Ну, зачем вам многокомнатная? Вот тут же и кухня, тут же и туалет, вход и в ванную, и в туалет. И все это одно. И вы тут и жарите, и тут у вас, если дети, они тут кричат, тут же вы и занимаетесь, тут же вы и спите. Зато дешево. Сегодня утром как раз рекламировали. Вы, говорит, покупайте студию, а потом будете сдавать ее в аренду. Наверное, студентам или гастарбайтерам. Углы. Угол вам дадим. И будете сидеть в углу. И там, значит, готовятся к экзамену. А вы не мешайте, вам будет другой угол вам. Если у вас слез выгонят за неуплату квартиры, то надежда есть на то, что снимать углы будете. Снимали же углы при капитализме. Вот так и дело к тому идет. Ну вот мы имеем очень-то с вами четкий критерий. То, что способствует движению низшего к высшему в любом обществе, в любом. В капиталистическом, феодальном, в социалистическом. То прогресс. А то, что в социалистическом или коммунистическом обществе для собственного движения назад, то регресс. Например, вот рассуждение о развитом социализме. Это прогрессивные были при социализме или реакционные? Потому что социализм... Кто знает, что такое социализм? Хотел рассказать, а потом решил спросить. Вы знаете, что такое социализм? А вы знаете, что такое? И вы не знаете. А что, я один тут знаю, что такое социализм. Вот дожили. Но вы-то точно знаете, что такое социализм. Только идеология. Социализм это не строй общественный, а идеология. Нет, идеология она или буржуазная, или пролетарская. Идеология только две выработало человечество. Такой нет. Социализм это не идеология, а строй общественный. Но мы с вами разобрали пять формаций, тут социализма вроде и нету, да? Поэтому социализм, из этого следует такой вывод, до которого вы можете додуматься сами, что социализм не формация, а что? А только фаза одной из формаций. Какой формации эта фаза? Коммунистической. А какая фаза? Развитая или неразвитая? Вот неразвитый коммунизм называется социализм. Неразвитый, незрелый, неспелый. Вот если это люди понимают, вот как вы это понимаете, что неразвитый коммунизм неразвитый, неспелый, неизрелый – это социализм. Так может быть развитый социализм? Не может быть, это чушь какая-то. И вот с этой чушью умерла КПСС. Теперь ищут, кто автор концепции развитого социализма. Концы в воду. Ну кого поймать и наказать за концепцию развитого социализма? Так это коллективным разумом придумали вот это. И столько разговоров было. Допустим, у нас есть столько проблем. А говорят, у нас развитой социализм. Какие проблемы уже? Все. А смысл-то социализма в том, что он не развитый, не зрелый, не полный. Коммунизм. Где это точно можно узнать? Точно написано у Маркса в критике ГОСКОЙ программы. Он вообще слово социализм не употребляет. Он говорит, что вот стадии, какие проходит коммунистическая формация. Сначала переходный период от капитализма к коммунизму. Потом низшая фаза коммунизма. И высшая фаза коммунизма. Полный коммунизм. А это не развитый, не спелый, с родимыми пятнами капитализма. Вот такое понимание у Маркса. Слова социализм там нет. А у Ленина в государстве революции он употребляет уже для низшей фазы коммунизма слово социализм. Хотя с точки зрения чисто языковой, но социо – это тоже общее, да? Социо – это социализм. Или а коммунизм тоже общее. Поэтому это как бы синонимы эти слова. Но за социализмом закрепилось понятие о низшей фазе коммунизма. О неразвитом, незрелом, неспелом. Если вы берете социализм, значит, есть какие-то черты, которые характерны не для коммунизма, а для капитализма. Что, при социализме не было погони за личным обогащением, как вы думаете? Была. Была. А вот погоня за личным обогащением характерна для низшей фазы? Характерна. И эта вот погоня за личным обогащением взяла вверх. Но если считать, что нет такой погони, то как бы, что он уже развитой, то не надо с этим и бороться. То раз вы не надо бороться с негативной тенденцией, негативные тенденции берут вверх. Вот если вы немножко заболели и не боретесь с болезнью, если болезнь возьмет вверх, то это означает гибель человеческого организма. А если вы боретесь с болезнью, то вы ее побеждаете и продолжаете развиваться. Поэтому не вопрос в том, есть такие негативные тенденции или нет. Они есть всегда. Но если вы хотите быть человеком, вы в себе все нечеловеческое или античеловеческое подавляете. Правильно? Сами. Если сами не можете, вам помогут. Начнут подавлять внешним образом, да? Государство этим занимается. А? Внутри АКП. Любое государство какие-то негативные тенденции подавляет. Нет такого государства, которое бы не подавляло некоторые негативные тенденции, которые вообще мешают развитию человечества. Ну вот и убийство карает же убийцу. Только слабо сейчас карают. Сейчас вот если я сто человек убью, что будет мне? Меня-то убьют или не убьют? Нет. Нет, доброе государство. Ну он все равно же говорит уже, их нету, тех сто. Их нету. А я живой. Разве можно живое государство? Не можешь же тронуть. Поэтому убийцы сейчас могут выйти на дорогу и вас убить. И он знает, что он вас убьет, а вы его не убьете. А его государство не убьет. То есть у нас неравные права. У убийц право. Есть убийца человека? А у вас защиты нету в таком случае. Никакой. Вы-то его не... Вы даже если поймаете через государство, его отловят. И будет ваша семья его там 30 лет содержать. По 30 тысяч долларов в месяц нужно для того содержания этих самых убийц серийных в местах, где они отбывают наказание пожизненное лишение свободы. То есть пожизненно ваша семья будет уплачивать дань этим убийцам. А за что? А за то, что они убили вашего сына. Как это? Хорошо? А Ленин по-другому ставил вопрос. Пусть смертную казнь отменяет господа убийцы. Смертная казнь не должна применяться, если нет убийств. Но если убийца есть, значит она применяется. Не будет убийств, не будет применяться. И смертная казнь не отменяется, и не надо ее отменять. Она перестает применяться. Но никто не убивает, и она не применяется. Поэтому государство не уничтожает его, оно отмирает само. Вы не делаете плохих поступков, никто вас не доказывает. Вот вы меня не бьете, я не жалуюсь директору. Но если вы сейчас в меня стукнете, я пойду к Сергею Ивановичу. Вот такой сидит, тут вроде с виду порядочный. Он взял меня и стукнул. Сергей Иванович, конечно, скажет, а вы что-то, наверное, не то сказали. У нас народ, директора же, они тоже представители государства. Они так просто не будут думать. Скажут, студенты наверняка что-нибудь хорошее думали. А вы, наверное, плохо про них подумали. Потом что он будет сбывать со студентом? Уболит меня еще. Так что, если что, обращайтесь к Сергею Ивановичу. Так, ну что, я думаю, что мы разобрались с вами с тем, что такое развитие. Это очень важно. Развитие надо знать на некоторое время или на всю жизнь. Такую категорию надо хорошо знать. На всю. И становление желательно на всю жизнь знать. И изменение, а вот изменение в любую сторону. Туда может пойти сюда. Уж развитие определяет наше движение только вперед. Но если мы идем назад, то мы должны видеть, что мы идем назад. И мы должны не путать отступление с наступлением. Но если мы перепутаем отступление с наступлением, ну вообще мы никчемные люди в обществе. На этом мы лекцию сегодня заканчиваем. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо большое. До следующего раза. Субтитры сделал DimaTorzok